здравствуйте дорогие друзья в эфире radio.net выпуск номер 44 и всем привет в новом году прежде всего хотелось бы поблагодарить наших больших и хороших спонсоров это александр сергей владислав алексей и шевченко антон спасибо друзья что к нам прибавились у нас после новогоднего выпуска очень много новых лиц за что вам отдельный респект что у нас еще есть интересного microsoft по моему спит в январе она решила отоспаться и никаких практически новостей от нее не было или что-то не выпускали они конечно что-то выпускали но давай сначала для тех кто может быть присоединился к нам напомним кто мы такие думаешь действительно я если вдруг вы только что к нам присоединились я уже думал что нас все знают ну допустим сегодня в студии с вами будут анатолий кулаков и как обычно игорь лабутин всем привет ну что теперь к microsoft наконец да давай к microsoft microsoft выпустил visual studio 17.1 preview 2 ну то есть это visual studio 2022 она же 17.1 preview версии 2 и там некоторое количество улучшений изменений я в принципе сижу на 22 студии но не превьюшной версии и меня более-менее все устраивает я подумываю на самом деле перейти на превьюшную чтобы всякие такие клевые штучки иногда пробовать и среди этих клевых штук во первых они в очередной раз улучшили работу с гитом то есть в гит клиент внутри студии microsoft как-то довольно сильно вкладывается и здесь они завезли некоторое количество но с моей точки зрения достаточно интересных изменений возможно они будут вам полезны во первых вы можете теперь просто посравнивать два бранча то есть вы можете взять два произвольных бранча и сказать сравнение что между ними получится без создания там пол реквеста без всего то есть что будет если вы создадите пол реквест между ними да это очень неудобная штука я часто даже эффективные пол реквесты создаю чтобы такое проделать и в удобном интерфейсе посмотреть а чем же все-таки бранчи отличаются да мне такое помогает иногда например когда находишь какой-нибудь очень старый бранч в каком-нибудь проекте где ты там давно не был и пытаешься понять это просто забыл удалить или это какая-то работа которую нужно куда-то не забыть мёрзжить и вот тут сравнение бранчей там с текущим мастером довольно полезно чтобы понять вообще а чё отличается вторая штука она есть по моему практически во всех нормальных гид-клиентах это возможность зачекаутить произвольный коммит вот либо соответственно голову любого ремоутного бранча так что у вас получается то что называется detached hat вариант когда вы не чекаутить конкретный бранч а просто вот произвольный коммит чтобы посмотреть например что там было или с этого места начать новый бранч так теперь можно дальше загадочная фраза про продолжающиеся улучшение поддержки много много репозиторийности назовем это так я так понимаю что если у вас есть большой solution который раскидан по нескольким репозиториям видимо у microsoft такое бывает моей практики такого не было то студия на самом деле очень хорошо теперь это помогает делать и в том числе она позволяет создавать один бранч ну в смысле не один бранч а бранч называемый одинаково сразу в нескольких репозиториях это актуально если у вас solution действительно раскидан на несколько репозиториев но я признаться не знаю какой должен быть solution размера чтобы это было необходимо действительно я слышал про монорепозитории которые как бы наоборот поступают у них все solution в одном репозитории но чтобы раскидывать по нескольким репозиториям solution может это саб-модули имеются в виду когда у тебя какая-то библиотечка выносится в саб-модули ее референсит через вложенную директорию но можно так возможно опять же microsoft и специфика там больших именно проектов типа какой-то там полный sdk значит запихнил один solution наверняка он его нужно подтащить из многих разных репозиториев но ты solution может сделать несколько для этого же не обязательно много репозиторий делать сделай в одном репозитории много solution это если у тебя не части проекта как-то не разложены по разным репозиториям потому что они там не знаю в отдельные nugget выходят ну сложно сказать мне действительно сложно представить сценарий зачем такое может быть надо но идея создания бранча одновременно нескольких репозиториях она на самом деле интересная у нас бывает такое необходимо когда в разных репозиториях там в паре nugget of плюс допустим в опишке которые ими пользуются нужно пофиксить общую багу например я думаю подождем релиз ноутсов там на пишет какие-нибудь практические сценарии для такого прекрасного кейса то может действительно нам тоже это нужно а мы не осознаем это да кажется что так и они завезли еще тоже штуку которая есть ну довольно в большом количестве клиентов если не во всех это возможность стейджинга ченджей по строчным модели по блокам то есть вы можете допустим половину файла застейджить а половину оставить в так сказать в оргдиректоре не коммитить ну я кстати пользуюсь такой штукой даже не построчно иногда даже по полстрочно то есть в зависимости от того насколько я был ленивый и до этого не коммитил у меня в моих рабочих файликах вполне могло слиться несколько раздельных исчезов которые хочется как бы разделить во время коммита то есть все таки хочется сделать историю красивой и разделенной по ответственности вот и я такую штуку применяю часто к сожалению действительно и студии этого не делаю я запускаю другие сторонние как бы мержилки и часто 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 бывает нужно ну вот теперь такая штука есть дальше второе большой блок улучшений это проход клинап то есть теперь вы можете сконфигурить специальный код клинап профайлы которые будут автоматически запускаться как только вы сохраняете файл во это тоже прекрасная штука я очень часто настраивал там всякие гитхуки и прочие вещи которые тебе форматирует твой код так чтобы он был в общем стиле как бы со всем проектом а здесь вот прямо при сохранении прямо из студии она которая знает что поменялось к чему применять а к чему не надо это вообще красота да и связанная с этим фича но такая связанная просто потому что тоже про сохранение это про то что вы теперь можете настроить автоматическое сохранение ваших файлов тот момент когда да вижу студии окно вижу студии теряет свой фокус сейчас это единственная опция когда это можно сделать но в зависимости от фидбэка который поступит комьюнити на предмет как бы как вообще эта фича работает microsoft скорее всего добавит конечно каких-то еще триггеров так скажем этого поведения так что теперь когда вы альтабитесь в браузер ну можно не нажимать control с она сама нажмет за вас вот это одна из самых ожидаемых мной фич уже десятилетия просто и от visual студии это просто нормально автоматическое сохранение постоянно и вот немножко не доделали мне бы вот просто сохраняться всегда без всяких перемен фокуса поэтому друзья все вместе собираемся идем голосуем за фичу чтобы сделали срочно нормальное сохранение без всяких фокусов а просто сократить сохранение по айдлу да плюс еще надо сказать что такое сохранение не будет триггерить код клинап это не то же самое что ручное сохранение вот то есть там есть некоторая разница если хотите ручный код клинап то нажмите ручками control с мне кстати интересно как эта фича автосохранения будет дружить с дотнет-вотчем и хот-релоудом то есть если ты запустишь с командной строчки дотнет-вотч на свой проект то ведь любое сохранение файла триггерит хот-релоуд ну дотнет-вотч действительно сидит на файл систем вотча ему плевать и кто сохранил и когда сохранил если файловая система сказала поменялось значит поменялось вот и вот у тебя типа ты окошко студии переключил потому что ты там не знаю да писал начал писать кусочек кода сказал альтаб в браузер потому что что-то не уверен а у тебя опа он перегрузил уже твое приложение и новая версия исполняется ну так и надо в чем проблема я думаю даже наоборот вот если она будет каждую секунду сама сохранять и в вайдле и дотнет-вотч будет перезагружать естественно если она скомпилилась и отработала то это будет прекрасно это это как раз то что нужно ты получишь как раз рантайм грубо говоря дизайнер у себя на дотнет-вотча ну может быть может быть не знаю я пока мне кажется не готов все я готов и при всячески приветствую автосохранение но я пока не готов чтобы дотнет-вотч на него так агрессивно реагировал каждую секунду ну посмотрим пойдем дальше очередной блок подразделом bmoopproductive.net это про то что теперь всякий go to definition то что вызывается по всяким f12 или control-click мышкой теперь наконец-таки поддерживает либо эти сурсы которые были заимедлены внутри значит pdb-шек либо source-link информацию которая почему-то раньше не поддерживалась мне казалось что только source-link внедрили уж тулы типа visual studio точно должны были ее поддерживать но почему-то вот не поддерживали теперь go to definition поддерживает и если есть информация про source-link пойдет туда куда он указывает у меня тоже было пока по моему такое четкое впечатление что visual studio всегда это поддерживала с момента внедрения но так как я всегда пользовался решарпером и он точно это всегда поддерживал я не могу сказать кто действительно для меня все это подгружал а ты знаешь я может быть я знаю в чем была разница дебаггер поддерживал source-link то есть когда ты в отладке отлаживаешься там дебаггер тебе подтягивал правильные сурсы а вот когда ты жмешь просто в 12 во время редактирования текста чтобы посмотреть что это за там не знаю условно какой-нибудь там log.information тыкаешь в 12 то вот там по моему source-link не работал действительно ну может быть но у меня через решарпер действительно работал я нажимал в 12 ставил бряку и в этот момент как бы запускал дебаггер уже на настоящих исходниках да дальше появилась фича которая тоже давно есть в шарпере называется stack trace explorer это вы можете взять откуда-нибудь ваш stack trace скопировать в это окошечко и он позволит по нему понавигироваться покликать мышкой и попытаться угадать в какие же методы реально были вызваны то есть он парсит просто текст и пытается подобрать среди вашего кода подходящий метод который был вызван и последняя штука это очередные улучшения editor config ui а туда добавили стиле именования можно там теперь редактировать это все про быть очень продуктивным с тот этом и последний раздел в этой статье это про персонализацию в данном случае это про цветные этапки то есть игра не пользовался этим расцвичиванием табов в студии действительно какой же продуктивизм без цветных табочек нет не пользовался но я слышал что давно уже есть такой плагин и вроде и он довольно так популярный да плагин ситный есть я даже когда ты его давно ставил и пытался пользоваться не очень понял ну то есть возможно я не открываю такого количества файлов может быть расцветка это как бы используется теми же кто использует там не знаю 150 табочек браузер у меня открыто а нет две одной не получится слушай ты счастливчик надо как-нибудь с тобой записать отдельный выпуск как ты это делаешь потому что у меня там три или четыре браузера и во всех у них не меньше двухсот вкладок ну вот нет я ну сейчас у меня два конкретно браузер потому что из инкастер которым мы пишемся в том числе требует хрома а фарфоксе у меня открыт собственно трейл в котором у нас карточки ну вот и все больше мне ничего не открыто ну ладно короче возвращаясь к табкам теперь вижу студии можно расцвечивать табки я так понимаю что в прошлой превьюшке вообще в 22 студии завезли способ делать это по проекту и расширению файла а теперь можно прям руками кликнуть можно брать кликнуть на табочке сказать хочу зеленый и она будет зеленый то есть возможно вы так будете помечать какие-то очень важные для вас табы ну наверное есть какой-то даже удобный опи для плагинов то есть я представляю себе какой-нибудь такой полезный юзкейс когда ты можешь написать плагин и сказать что вот в ассэмбле который у меня с бизнес логикой открывай все табики там зелененькие с инфраструктурой все табики там черненькие и тебе может быть это каким-то образом подскажет где то сейчас есть и какой код там можно писать а какой нежелательно писать что-нибудь такое ну да либо например по в зависимости от того редактировал этот файлик или нет в гите но грубо говоря является ли он сейчас ченщит или не является потому что ты пока навигируешься по ходу тебе открывается там сто пятьсот табок которые значит просто потому что туда сходил по f12 а те которые именно ты редактировал ну вот они есть хотя не знаю control shift что там запятая да и все последние места редактирования на месте перед тобой да да кстати если вдруг кто не знает действительно у решай опера есть список последних отредактированных файлов это control запятали control shift от запятая это зависимости от того редактированные или отсмотренные файлы еще есть один шикарный ход кей это control shift backspace у нас возвращает к тому месту где вы последний раз что-то редактировали что-то писали это вот самый наверное часто используемый после alt enter у меня ход кей когда ты что-то пописал потом пошел понавидировался и не хочешь искать где-то это писал ты просто хочешь продолжить писать в общем control shift backspace и вы на месте ну вот на этом все вижу студии 17.1 превью 2 больше пока про нее новостей нет хорошо я тут и нашел интересную статейку сталкивался последнее время часто с людьми особенно когда вышел дотнет 6 которые снова начали путать зачем нужен дотнет 6 зачем дотнет 5 где там среди этого всего дотнет стендарт и bcl и прочие вот эти глупости поэтому хотелось бы вот с точки зрения текущих фреймворков посмотреть а действительно ли нам нужен сейчас до сих пор дотнет стендарт и когда его нужно использовать когда не нужно использовать и кстати подвернулась под руку статейка поэтому давайте немножко вернемся к нашему дот на стендарту и вспомним а жив ли он или нет на самом деле действительно он жив итак для тех кто пропустил или только что зашел в технологии напомню что дотнет стендарт это некий некая спецификация или общий набор контрактов для и пиа и между всеми фреймворками между всеми реализациями дотнета на самом деле дот на это существует очень много имплементаций и на разных платформах самый известный большой дотнет фреймворк он на самом деле не был не кросс-платформенный да по сути и есть он создавался изначально только под windows и у него было очень много завязок на windows именно поэтому решили его не как бы не патчить для того чтобы перенести под линукс а просто напросто написать дотнет корр новый другие имплементации можно вспомнить это моно юнити юрипи silver light и конечно же наш дотнет корр здесь очень важный момент который тоже может немножко затупать за путать новичков это в том что нынешняя ветка дотнет корр который кросс-платформенная работает везде под всеми операционными системами под себе платформами рантаймами и и после дот на это 3 3 3 ветки переименовали в дотнет 5 и поэтому теперь у нас есть дотнет 5 который по правде кросс-платформенный который по правде новенький переписанный быстрый красивый вот несмотря на то что обычно 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 дот на этом называли тот старый большой под windows и не не кросс-платформный в общем тут тоже но важно очень не путаться и соответственно microsoft теперь будет поддерживать линейку которая дотнет 5 дот на 6 и так далее а большой дотнет фреймворк так называемый уже не будет дальше развиваться не будет дальше поддерживаться и поэтому всем рекомендуется с него срочно мигрироваться и так вернемся к нашим стандартам как я уже сказал тут на стандарт поддерживает много имплементаций и в частности вместе с ними есть поддержка unity самарин айосов самарин маков самарин андроидов то есть всеми любимыми любимых наших мобилочек и дотнет 5 все еще не поддерживают эти платформы и вот почему дотнет стандарт все еще актуален потому что дотнет стандарт покрывает как раз таки успел покрыть за время жизни своего существования когда он еще развивался успел покрыть большинство платформ тех до которых еще большому дот эту то есть новому нашему дот нету далеко и именно поэтому рекомендация того а на чем начинать новый проект или на чем продолжать старый проект она зависит от того кто ваши потребители прежде всего если вы можете то обязательно выбирайте дотнет шестой или дотнет пятый ну наверное сейчас шестой какой смысл на пятом останавливаться то есть дотнет шестой или самый последний дотнет который есть у вас если вы не связаны ничем другим никакими другими соседними библиотеками фрамерками то для вас все просто последний дотнет берете и радуетесь жизни начинается всякие сложности как только вы предоставляете какие-нибудь библиотеки если вы автор библиотек вы просто так это знаешь той занимать не можете к тому что вас должны референс эти другие приложения и эти приложения могут быть построены на чем угодно абсолютно и могут запускаться где угодно поэтому здесь уже вам стоит задуматься итак начинаем думать если в ваши библиотеки могут быть использованы в большом вот на этот фреймворке если вы предоставляете какие-то контракты材 или или еще что-то, что должно уязваться в большом фреймворке, то ваш выбор — это .NET Standard 2.0. Standard 2.0 — это последний стандарт, который поддерживается большим фреймворком. То есть это единственный таргет, с помощью которого можно подружить и самый последний фреймворк, и вот этот самый старый, на котором написано еще огромное число устаревших приложений. И это очень частый кейс, когда, например, компании мигрируют. Компания мигрирует, какие-то сервисы она уже перевела на .NET 6 или начала писать на .NET 6, и при этом ей нужно предоставить контракты, предоставить клиенты для старых приложений, которые все еще работают в их системе, которым все еще нужны контракты, все еще нужны клиенты. И вот эти контракты спокойно потребляются через .NET Standard 2.0. Это отличный юзкейс и понятная ниша. Само приложение написано на .NET 6. Контрактные сборки таргетятся на .NET Standard 2.0. Дальше у нас есть еще .NET Standard 2.1. Как вы уже поняли, большой фреймворк 2.1 не поддерживает. Но зато его поддерживает Mono, Xamarin'ы и, может быть, .NET Core 3.0. Если вдруг он вам все еще нужен. Соответственно, если у вас нет большого фреймворка, но вы должны таргетиться на Mono и Xamarin'ы, то .NET Standard 2.1 это ваш выбор. Если вы всех этих глупостей лишены, то есть ничего такого вам больше поддерживать не надо, то, опять же, .NET 6 и все. Ну да, еще я не упомянул про .NET Standard ветку 1.1. Ее не рекомендуется использовать. То есть, в принципе, довольно мало эскизов, когда она вам нужна, или практически их совсем уже не осталось. Поэтому смотрите 2.0, если вам нужен большой фреймворк, 2.1, если вам нужен Xamarin, или не смотрите больше никуда, если вам нужен .NET 6. Этот выбор, он делится, в принципе, вы должны осознавать, на что вы идете. Потому что .NET Standard дает вам больше поддержки всяких рантаймов, больше инфраструктуры, больше библиотек, которые могут вас юзать. А последняя ветка .NET, .NET 6, дает вам больше фич. В общем, вы должны балансировать между двумя этими крайностями. Есть еще один интересный подход, который выбирают, в принципе, сейчас все авторы популярных библиотек. Это мультитаргет. Мультитаргет – это такая прекрасная вещь, которая дает вам возможность одновременно и воспользоваться всеми фичами, всеми преимуществами последнего .NET, и немножко попытаться покрыть какие-то ущербные ветки, которые вы все-таки обязаны как-то поддерживать. Как это работает? Прежде всего, довольно просто. В CSProch файл вы добавляете несколько таргетов, например, .NET 6 и .NET Standard 2.0. То есть это самая популярная комбинация. .NET 6 для того, чтобы получить максимальную фич, а .NET Standard 2.0 для того, чтобы покрыть очень много устаревших фреймворков, в том числе .NET Framework большой. Здесь, соответственно, у нас возникает сразу дилемма. А что же нам делать, если вот вдруг нам нужна какая-то фича из последнего фреймворка, который нет в стандарте? Как она будет в этом проекте работать? Здесь есть два решения. Во-первых, у нас все еще остаются preconditional атрибуты. То есть вы можете написать if и какой-то target framework обозначить и написать два куска кода, который один будет работать в фичастой версии со всеми наворотами, и второй кусок кода, который будет работать с какими-то фоллбеками и как-нибудь ущербно. В общем, но проект будет один, компилироваться он будет у вас один раз, и вы поддержите как бы все миры. Это как бы самый такой плохой, неудачный вариант. Есть возможность пойти более удачным путем, потому что с тех пор, как Microsoft начал дробить фреймворк на безумно маленькие сборочки, это дало преимущество в том, что вот эти безумно маленькие сборочки, их можно очень легко портировать. И сообщество, или сам Microsoft, очень много таких сборочек уже портировало. Например, в .NET стандарте вы без проблем можете использовать Nullable Reference Type, Async и Numerable, Span, System Text JSON Serializer и много-много других таких крутых фич, которыми сейчас гремит новые фреймворки, новые библиотеки. Все это вы можете поставить в виде отдельных пакетов и пользоваться вообще без проблем. Они давно портированы на .NET стандарт 2.0 и никаких изменений в коде вам при этом не понадобится. Достаточно только, если вы используете второй .NET стандарт, подтащить пару лишних библиотечек. С этим обычно проблем никаких не бывает. Соответственно, Multitargets позволяет вам получить лучшее из обоих миров. Вы можете одновременно покрыть и старые версии, которые вынуждены поддерживать, и одновременно воспользоваться фичами нового фреймворка. Так, например, если вы сделаете Multitarget на .NET 6 и стандарт 2.0, вы вполне можете эту библиотеку заиспользовать и запустить в .NET 4.6.1 и в консольном приложении, допустим. И ничего страшного в этом нет, потому что все совместимо, все поддерживается и все будет работать. Вот примерно такие рекомендации. Я думаю, вам сейчас более-менее стало понятно, как начинать новые проекты, как поддерживать старые, куда мигрироваться и какие вещи все еще актуальны, а про какие уже можно забыть, как про Legacy. Соответственно, .NET стандарт больше развиваться не будет. .NET стандарт 2.1 это последняя версия, которая вышла. Дальше Microsoft рекомендует максимально использовать именно линейку .NET 5, .NET 6 и так далее. При этом я хотел бы добавить, что если ваша цель состоит в том, чтобы поддержать самый, так сказать, последний и наиболее нагруженный фичами релиз, это .NET 6, и при этом остаться совместимым с полным фреймворком, то я бы, может быть, рекомендовал не использовать NetStandard 2, а использовать прям конкретно там .NET 4.6.1, например. То есть, если вам не нужны все эти странные рантаймы типа Xamarin, на Mono и других штук, а просто Full Framework и последний текущий .NET, то лучше, наверное, использовать обычный мультитаргет на обычный фреймворк, ну, просто потому, что там будет все работать чуть получше, потому что реализация NetStandard 2.0, который был поддержан в 4.6.1 первый раз, она там все-таки хромает, и можно наткнуться на некоторые неприятные ошибки. Вот. Но тут, конечно, зависит от того, какие рантаймы вам нужны, и сколько вы готовы тратить времени на поддержку того или иного варианта. Да, да. Ну, надеюсь, скоро мы все про это забудем, как про старшный фсон, и уйдем все на одну ветку, которая будет поддерживать абсолютно все платформы. Кстати, в том числе новый UI. Да, новый UI. Про Мауи мы говорим почти в каждом выпуске, потихонечку выходят новые превьюшки, вышла очередная превью уже номер 11, и она доступна вместе с уже вышеупомянутой Visual Studio 2022.17.1 превью 2, скороговорка, почти получается. Там завезли некоторое количество новых вещей, это новые стилизации под Fluent Design, то есть они потихонечку начинают стайлить контролы под правильный виндовый Fluent Design стили. Дальше сделали такую фичу, которая называется Multi-Window Apps, то есть вы теперь можете в одном приложении создать сколько угодно окошек, они все будут доступны в специальном статическом пропертии под названием Application.Current.Windows и вы там можете взять любое окошко, закрыть его или активировать или что с ним еще сделать, подвинуть куда-нибудь. Поскольку у нас появился C Sharp 10, в котором появились новые всякие фичи типа Global Using и вот этого всего, то теперь новые шаблончики для МАУ и приложений позволяют сказать, что я хочу Implicit Using и у вас тогда начнут использоваться Global Using и количество юзингов в каждом файле резко уменьшится. Немножко причесали типы вокруг iOS, macOS, tvOS, в общем, чтобы оно все было более-менее выглядело единообразно и добавили новую документацию, то есть переделали и теперь, я так понимаю, там полноценный новый портал, который содержит всю правильную лейтест-документацию конкретно под МАУ. Ждем релиза все так же в втором квартале этого года. Надеюсь, что будет все вовремя. Будем следить. Отлично. Ну что ж, вроде с Дотнетом, с Микрософтом и официальными тулами разобрались. Пойдем немножко посмотрим вокруг сообщества. В сообществе интересная тема была кто-то очень сильно набросил на медиатор. И, в принципе, я сегодня расскажу вам про первую статейку, но чтобы вас не напрягать, надеюсь, в следующий раз мы дойдем все-таки до второй, где наброс отразился еще больше. Но обо всем по порядку. Медиатор – это очень популярная библиотека, я думаю, одна из самых популярных библиотек, про нее практически все знают, практически все используют. Это такая своеобразная прослойка, которая помогает вам бросать некие сообщения, забрасывать в домен, там их каким-то образом с помощью хендлеров обрабатывать и возвращать результат. Казалось бы, идея примитивная, реализация, тоже не очень сложная, но так как это довольно удобная штука, на ней повесилось еще очень много таких практически полезных реализаций, она быстро завоевала свою нишу, тем более автор Джимми Богарт довольно известный человек в узких кругах, очень хорошо ее пропиарил и теперь эта библиотека используется в очень многих проектах. Но иногда выходят некие статички, которые пытаются как-то унизить медиатор, рассказать его слабые стороны, их немного, но они есть и они достаточно интересны. И вот я предлагаю вам сегодня обсудить как раз-таки одну из этих статей, также она прекрасна тем, что она показывает нужность и необходимость медиатора на примере СКРС приложений. СКРС – это тоже такой интересный шаблон, который часто очень используется в различных приложениях, но не в чистом виде, но не в чистом виде, а вот некие идеи оттуда как-то выдираются, как-то модифицируются и примерно в каких-то местах, где это нужно, они вставляются, что в принципе прекрасно. И поэтому, может быть, для каждого, каждый из нас и из вас узнает какой-то небольшой кусочек, который есть в вашем приложении. Хорошо, а теперь ближение к статейке. Как я уже говорил, СКРС – это стандартный, уже довольно известный шаблон. Главную его идею всегда описывают очень легко. Вы должны разделить все операции, которые происходят с приложением, на read и write, то есть операции, которые читают и операции, которые пишут. Из этого следует очень много преимуществ, из этого следует очень много всяких выводов, оптимизаций и так далее. Мы сейчас касаться не будем. Если кому интересно, отдельно почитайте или послушайте наши предыдущие выпуски. Соответственно, продолжим развивать тему read и write. Если у вас вдруг есть какое-то приложение, вы вполне можете начать рефакторинг вашего приложения с помощью того, что вы делите вот такие части читающие и пишущие, например, из вашего юзер-сервиса. То есть разделите его на два интерфейса. User read-сервис, куда перенесете все методы, которые читают информацию о пользователе, и user write-сервис, который пишет информацию о пользователе. Но обычно, когда вы начинаете это делать, постепенно, особенно когда сервисы у вас большие, когда операций много, вы приходите немножко к другому подходу. Вы каждую операцию заворачиваете в отдельный классик, то есть в классик или команда или классик query. И, соответственно, у вас получается query и command классики. И в них вы запихиваете всю необходимую информацию для того, чтобы обработать, исполнить ту или иную операцию. И вообще, чтобы построить secure-as framework, так называемый, вам всего-навсего достаточно 4 интерфейса, в каждом из которых будет по одному методу. Вот просто зацените. Вам нужен query handler, у которого есть единственный метод handle, который в качестве параметра принимает query, и исполняет запрос, и возвращает какой-то результат. И вам, соответственно, нужен query dispatcher. Это та фабрика, тот репозиторий, который вам будет находить необходимый хендлер и просто-напросто его запускать. И точно такая же ситуация у вас будет с command handler и command dispatcher, который точно так же и обрабатывает команды. В общем, здесь буквально по одному методу на 4 интерфейсика. Вот вам, в принципе, весь secure-as framework. Все остальное это уже как бы навороты, это уже какие-то дополнительные фишки и так далее. Кому-то они нужны, кому-то не нужны, не суть важна. Вместе с тем, когда у нас появились di-контейнеры, написать такой заимплимировать dispatcher оказалось довольно-таки просто. Вы просто идете к сервис-провайдеру, запрашиваете у него command handler с определенным типом, и он вам их возвращает. То есть di-контейнеры прекрасно резолвят такую ситуацию. Единственное, что вам нужно сделать, это зарегистрировать все command handler, которые есть в вашей системе. Это тоже несложно делается. Например, есть такая библиотека, которая называется скрутер. Она поддерживает регистрацию по договоренностям. Это значит, что вы можете писать выражение типа возьми мою assembly, достань оттуда все классики, которые имплементируют iCommandHandler и зарегистрируй их с их generic атрибутом в контейнере. А потом этот open generic атрибут можно, соответственно, закрывать в момент резолва. Все, это практически все, что вам нужно для того, чтобы декларировать SecureS framework и, по сути, заимплементировать его. На это у вас не уйдет много времени. Итак, почему же многие люди кричат, что без медиатора никто сейчас SecureS не делает и без этого абсолютно невозможно жить, если мы только что с вами разобрали и все прекрасно делается буквально четырьмя интерфейсиками. Зачем же нужен нам все-таки медиатор? И почему он нам в данном случае автор пытается доказать, что он нам не подходит? Прежде всего, давайте рассмотрим. Как я уже говорил, медиатор больше похож на некую шинку. Шинку, которая находится в одном процессе и разбрасывает так называемые iRequest по вашему приложению. Самое интересное, что несмотря на то, что медиатор как бы считается практически обязательным атрибутом для любой реализации SecureS, у него нет самых базовых и основополагающих концепций. У него нет ни команд, ни query. Казалось бы, единственное, что требует SecureS, это разделение на read-write, на command и query. Но нет, у медиатора этого нет. У него есть более обобщенный классик, который называется iRequest. Там же у него есть iNotification и такие прочие ненужные нам для исследования вещи. Ну, в общем, разделения read-write нет. И это довольно сильно ограничивает возможности вашего приложения. Потому что обычно, если у вас есть разделение на read-write, на command и query, вы можете сделать какие-то вещи, зависящие от того, к чтению или к записи относится ваша операция. Ну, например, вы можете запретить модифицировать данные, если вдруг вы выполняете query. Ну, то есть, тот же самый принцип, что нам просит SecureS. Или вы читаете, или вы пишете. Вот это можно сделать на уровне контракта, прямо на уровне кода, если у вас есть разделение и четкое понятие, что вот пришла query. Например, вы можете запретить сохранять данные, то есть, запретить коммитить вообще транзакцию, если к вам пришла query. Ну, потому что по принципам SecureS, query не может ничего менять и никакого смысла коммитить не должно быть. А если вы что-то поменяли, то это уже бага. Например, вы можете запретить возвращать модифицированные данные, если к вам пришла команда. Ну, потому что команда не может ничего возвращать, она должна только писать. Или, например, вы можете обработать коммит транзакции, если команда выполнилась успешно и все данные, которые нужны, она промодифицировала. И в конце концов, обычно после выполнения всех команд, уже когда все прошло успешно, вы об этом знаете, после успешного коммита, вы хотите разослать всякие оповещения в том, что в вашем домене что-то поменялось, и отсылайте так называемые нотификации. Опять же, все это нужно делать только если у вас отработала команда. Вот много таких очень полезных для жизни мелочей можно построить на том принципе, что команды query у вас разделяются. Соответственно, с медиатором это не так. Они там не разделяются, и поэтому есть с этим какие-то тонкости. Также это дает преимущество на ревью. Вы довольно легко взглядом цепляетесь за вот эти команды, query и так далее, и на ревью вам понятно, где в принципе секреты нарушаются, где они не нарушаются, и довольно легко отследить логику всей программы и логику автора, который пытался писать какой-то дополнительный код. Мы можем, конечно, ввести вот эти четыре интерфейса на основе медиатора, то есть пронаследовать от реквеста какие-то команды, пронаследовать от реквеста query, но все равно это может ввести в заблуждение некоторых пользователей. А с другой стороны, зачем? Если мы понимаем, что вся реализация – это буквально четыре строчки. Непонятно, зачем это делать. Еще одним интересным аспектом того, почему использует медиатор, это то, что у него очень богатые возможности по расширению бехевера. То есть вы можете очень много набросать в него аспектов, которые помогают обработать ваше приложение с точки зрения cross-cutting concern. Давайте-ка на примерах. Например, вам нужно сделать логирование, и вы не хотите писать именно влог в каждом обработчике вашей команды, а вы хотите написать общий хендлер, который в начале каждого обработчика, допустим, замеряет время, и в конце каждого обработчика это время логирует. И вот таким образом вы узнаете, сколько по времени длилось каждая из ваших команд. Бизнес-логика чистая, время исполнения команды известно, залогировано, все довольны, в принципе. Но если мы приближаемся к медиатору, то, опять же, мы видим, что медиатор не делит пайплайны обработки, так называемые, на пайплайны обработки команды и пайплайны обработки query, что, опять же, как и в предыдущем пункте, лишает нас кучи очень полезных вещей. Например, если у нас разделенные пайплайны для чтения и для записи, то для них можно навешать отдельные аспекты. Кэширование для тех операций, которые только читают, вполне типичный вариант, когда мы просто хотим кэшировать какие-то определенные вещи. Естественно, в райте мы кэшировать не хотим. Дальше мы можем для query настроить unit of work только на read-on-ли поведение. Соответственно, для в райта мы можем, для команд мы можем настроить unit of work на в райт, например, чтобы он поддерживал какие-то в райтовой оптимизации. Например, логировать аудит мы можем только для операции на запись, потому что для операции на чтение никакого смысла не имеют. И вот таким образом, если мы разделим пайплайны обработки квери и пайплайны обработки команд, у нас тоже появляется очень большой мощный механизм, который помогает избежать ошибок как на этапе самого программирования, на этапе интеллисенсы, на этапе доступных интерфейсовых команд, так и в том числе в момент код-ревью. В общем, тоже очень полезно. И все эти проблемы как раз-таки возникают в том, что у медиатора нет разделения на команды и квери, и на read, и в write классы. Но это абсолютно не проблема, если мы делаем вот эти наши четыре вышеупоментных интерфейсика. То есть у нас есть command dispatcher и query dispatcher, которые полностью умеют построить пайплайн, который лишен всех этих проблем и может подстраиваться под тип той операции, которую вы запускаете. Соответственно, вот автор как раз-таки и недоумевает, недоумевает, а зачем же вообще нужен тогда медиатор, и зачем вообще люди его так сильно используют и вводят всю вот эту сложность в свой фреймворк, потому что чем больше вы используете каких-то внешних зависимостей, чем больше магии, диспатчинга, обработки, аспектов, бехевиоров у вас есть, тем сложнее вам продебажить, разобраться, найти какие-нибудь ошибки, которые есть в этом фреймворке, и ввести новых членов в вашу команду, которые никогда с этой штукой не сталкивались. Вот такое интересное наблюдение. Да, здорово. Мне их пользовался на самом деле медиатором, как-то так случилось. Либо писали все ручками, либо наши архитектуры не совсем были заточены на CQRS. Я просто тоже очень часто писал подобные системы и действительно никогда не пользовался медиатором, глядя на него и поднимая какую-то всю его сложность, я не понимал, зачем это делается. И вот я на своей шкуре полностью ощутил действительно вот эту гениальность всего вот этого разделения на четкие read-пайплайны и write-пайплайны, то есть насколько там пробрасывается кэширование, насколько там unit of work'и могут коммитить свои транзакции, когда нужно правильно поливать доменный объект нотификациями и прочее. Там настолько это красиво и грамотно выстраивается, что просто даже желание попробовать медиатор для чего-то не возникало, потому что сценарий он покрывает гораздо меньше и по сути вводит слишком такую абстракцию, которая абсолютно слабая. В общем, она очень-очень слабая, она вас в домен лишает огромного числа преимуществ. Ну и ладненько, пойдем в другую часть, пойдем в наш любимый garbage collector и все такое прочее. Наскнулся на интересную статейку, где сравнивается поведение приложения под full framework'ом 4.8 и 6.NET'ом. То есть в большинстве случаев, как правило, то, что я видел, народ переходил с 4.8, те, кто был готов переходить, не спеша переползали на .NET Core 3, потом на 5.NET, потом на 6.0, и, видимо, за таким переходом производительность где-то чуть-чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше и так далее. А здесь ребята переписали с 4.8 на .NET 6 сразу и вот поделились довольно интересными наблюдениями. Для начала о том, что за приложение. Приложение это такой специальный, ну, демон не демон, короче, приложенько, которое контролирует камеры, точнее, собирает информацию с камер, порядка десятка камер, и, соответственно, обрабатывает порядка гигабайт, да, в секунду этих самых картинок с попыткой, собственно, классифицировать, что там происходит на каждой картинке. Общая идея в том, что в зависимости от того, что происходит на картинке, нужно, допустим, коробку с конвейера столкнуть или не столкнуть. Что, как вы понимаете, добавляет некоторой интересности, потому что нужно это сделать вовремя. Очевидно. Если мы немножко задержимся с некоторым пониманием того, нужно ли столкнуть коробку, то коробка уедет дальше, механизм, который ее умеет столкнуть, и все наши дальнейшие вычисления будут, в общем-то, бесполезны. И понятно, что здесь garbage collector в .NET и вообще .NET как таковая система может быть не очень идеально, потому что garbage collector может в любой момент сказать у нас, в общем, пауза, я тут собираю мусор. И понятно, что код в итоге написан так, что память используется минимально, то есть после выхода на какое-то стабильное состояние практически не должно лоцироваться новая память, чтобы garbage collector не паузил приложение и ничего не делал, в общем-то. Но иногда все-таки делать приходится, потому что какой-то алгоритм работает над этими картинками и есть, и совсем без garbage collector никак. Так, собственно, что они выяснили после того, как смигрировались с 4.8 на .NET 6? Во-первых, выяснилось, что такая характеристика как максимальное время паузы в .NET 4.8 на их приложении они смогли добиться 13,5 миллисекунд. Я как бы со стороны своих бизнес-приложений смотрю на это и прям удивляюсь, потому что 13,5 это прям миллисекунд, это прям очень маленькая пауза. У нас как бы они бывают и больше. Но в 6.NET оно упало аж до 4.9 миллисекунд, то есть практически в 2, даже в 3 раза почти. И это прям здорово. И более того, если посмотреть там внимательно на графики, в статье есть всякие разные графички, и распределение того, как эти самые паузы были, происходили по приложению, выяснилось, что не только исчезли вот эти вот длинные паузы, да, на 13,5 миллисекунд, но более того, время между вот этими паузами, которые остались по 5 миллисекунд примерно, оно увеличилось раза в 2. То есть они стали, вот эти самые garbage collector стали происходить раза в 2 меньше. Хотя казалось бы, всего-то переписали приложение на новый фреймворк, и логика приложения не поменялась. То есть не стало ли где-то меньше аллоцировать память, или еще как-то аллокации, памяти столько же. Но garbage collector работает в 2 раза меньше, срабатывает в 2 раза реже, и при этом все работает так же, с точки зрения перформанса. Да, впечатляет. Слушай, отличные цифры. А у них там были какие-то алгоритмы, которые специально оптимизировали ГЦ или что-нибудь в этом духе? Делали они какую-нибудь магию с этим? Ну, они делали магию, но это ровно та же магия, которая на 4 оси и на 6. Нет, это все чисто из-за рантайма. То есть в тот над 6 настолько смогли заоптимизировать рантайм, что, и garbage collector конкретно, что он теперь вот работает быстрее. На самом деле, на самом деле там есть некоторая попытка анализа, почему так стало происходить. И там с некоторой помощью Maoni они вроде как вывели конкретный практически pull request, в котором это все было сделано. То есть там есть такая тема, что garbage collector, как известно, когда он делает свое дело, ему иногда, иногда для некоторых фаз нужно сделать stop the world полный. И понятно, что если у вас сейчас код выполняется в каком-то потоке, то вот просто так взять и в произвольном месте потока остановить его невозможно. Его можно останавливать только в определенных местах. Это называется save point, если я правильно помню. За подробностями обращайтесь либо на GitHub Microsoft, где все это разложено, либо в книжку Конрада Кокоса, там подробнейшим образом расписано про то, какие кусочки кода являются save, какие не save, на каких конструкциях что может быть сделано. и в частности, одним из этих save point является возврат из функции. И stop the world в том числе делается забавным способом, то есть если если я правильно помню, то если поток сейчас выполняется и garbage collector понимает, что он не может сделать stop the world в данный момент, то он подменяет инструкцию возврата так, что вместо собственно инструкции возврата происходит возврат в ту функцию, которая потом собственно застопает этот самый world и потоку не даст дальше выполняться. И когда все потоки таким образом остановились, дальше garbage collector может все собирать. Так вот, garbage collector есть некоторый внутренний так скажем тайм-аут или пинг, то есть если он поток не может остановить, он к нему возвращается через какое-то время. По дефолту это было время 10 миллисекунд. И время вот пока он ждет и не может все еще остановить потоки тоже входит в паузу garbage collector по статистике, которая видна там в Perfew и других местах. Так вот, что сделали в .NET в garbage collector и теперь этот тайм-аут 1 миллисекунда. То есть garbage collector более агрессивно опрашивает потоки и говорит, ну что, давай, будем останавливаться, не будем, не будем, не будем, не будем. И именно за счет этого паузу на самом деле резко удалось сократить. То есть я не знаю, конкретно не вкидывался, почему прям вот было изменение с 10 до 1, надо почитать pull request более внимательно. Вот, но кажется, что Maoni знает свое дело и делает этот самый garbage collector настолько прям умным и хорошим, что он вот получается достаточным. Просто проапградить фреймворк и ваш garbage collector становится работать прям супер быстро. Да, не зря нам рассказывали каждый практически при лилис, при байке, что вот GC становится лучше, перформанс улучшается и все-все-все. Вот благодаря таким переходам, благодаря таким статьям и замерам мы действительно видим, насколько сильно он улучшается и насколько быстрее все становится работать только потому, что вы обновились на новую версию. Наверное, это можно использовать как какой-то аргумент для менеджеров перейти на новый фреймворк и все-таки потратить какое-то время для того, чтобы мигрировать на новые технологии. Это однозначно, да, то есть вот другое дело, что чтобы использовать это как аргумент, нужно на своем приложении это тоже померить. То есть может быть в качестве каких-то тестового варианта быстренько попробовать какой-нибудь маленький кусочек приложения или логики перевести на последний фреймворк, сделать измерение и после этого с киселками уже приходить. Я не уверен, что эти чиселки, которые ты переведешь в какой-то маленьком кусочке, они будут показательны для всего этого приложения, потому что ГЦ это такая штука, которой очень важно настоящие данные, настоящие железо, которое работает, настоящие нагрузки, иначе он может тебе показать абсолютно другую картину. Это тоже правда, да, согласен. Но в любом случае, да, ГЦ нужно точно мерить, ГЦ нужно мерить и на маленьких кусочках, на самом деле, и на больших, потому что если вы можете выделить свою логику отдельно и тяжелую, то даже она отдельно будет показательна, хотя, конечно, если у вас приложение это в среднем, там обработка запросов, ну там сложно, наверное, будет выделить что-то одно конкретное. Но следите за тем, что происходит в Дотнете. В седьмом Дотнете нам обещают еще одно большое изменение, точнее, как обещают, оно уже вмержено в мастер, ну или в мейн, в ветку. Там, соответственно, если вы помните, что такое сегменты в гарбич-коллекторе, да, это большие непрерывные области памяти, где, собственно, гарбич-коллектор ведет всю свою деятельность внутри себя, выделяя эти самые кусочки, поколения и так далее, то в седьмом Дотнете это все поменяется, эти самые сегменты будут теперь маленькие, их можно будет переиспользовать, освобождать, возвращать оперативную память операционке, в общем, там все будет частично по-другому, не то чтобы совсем по-другому, но частично по-другому, и не то, что никто пока не знает, как это повлияет на продакшн, но они не зря завезли это, они ждали эту поддержку, чтобы завести в Дотнет именно 7, в смысле, что они не стали в последний момент включать ее в 6, хотя она достаточно давно уже готова, вот, видимо, очень сильно хотят это все потестить на ранних версиях, и чтобы у них был почти год, чтобы все это надо хорошо подтюнить. Ну и вообще, в принципе, Дотнет развивается в плане перформанса не только в ГЦ, но и просто во всех остальных и инструментах, и библиотеках, и рантаймах, и в компиляторах, и в анализаторах, в общем, во все-все-все стороны, поэтому тут недостаточно мерить только ГЦ, здесь можно мерить абсолютно все подряд, а лучше все просто переводить, и у вас точно будет быстрее. Мне кажется, это правило будет работать практически для всех проектов. Это точно. Давай дальше. Я наткнулся на то, что почему-то не все в мире разработчики знают о том, что диаграммы, красивые диаграммы, можно составлять с помощью кода, и поэтому решил подробнее вам рассказать про один из замечательных инструментов, который называют MemeAid, это как бы русалочка по-английски, и смысл этого инструмента заключается в том, что вы можете описывать различные графики, различные диаграммки, различные блок-схемы, графы в виде простого кода. Ну, не совсем кода, а в виде синтаксиса, который приближен немножко к коду. Например, если вы знаете Markdown, или когда напряжетесь и выучите синтаксис, Markdown, то можете считать, что вы уже вполне способны программировать диаграммы с помощью текста. Как я уже сказал, MemeAid, это специальный язык разметки, который позволяет вам визуализировать различные диаграммки, чатики и так далее. Его прелесть заключается в том, что он может не только писать диаграммы в виде отдельного как бы файлика, но и встраиваться в абсолютно очень много в какие системы форматирования. Например, тот же самый Markdown. Можете писать текстом Markdown, потом вставить красивый график и пойти писать дальше. И у вас уже появляется не просто какой-то голый некрасивый набор текста, а красивые диаграммы, объясняющие, что вы умный чувак, еще умеете диаграммы рисовать. Удобная штука. И самый главный принцип, почему стоит на это смотреть, почему это удобно, потому что вы можете уже сделать какую-то графику в виде кода. В чем прелесть делания всего в виде кода, в том числе графиков, CI-контейнеров и прочее, прочее, почему люди, разработчики как-то в последнее время все хотят сделать с помощью кода. Вывод очень прост, потому что это дает вам все те преимущества, которые вы уже привыкли видеть в своем коде. Например, то же самое гид-версионирование, с помощью которого вы можете посмотреть, кто этот файлик редактировал, когда редактировал, почему, если к нему привязаны какие-то ищесы, и откатиться на нужную версию, сделать бранч, поэкспериментировать, откатить бранч, удалить и так далее. Залить, например, свой, залить это брач на какую-то систему автоматизации. Если мы говорим о документообороте, то вы вполне можете залить это на свой CI-сервер, отрендерить там эти документы в какой-то уже понятный формат, в PDF или в HTML и развернуть документацию, допустим, для вычитки каким-нибудь специальным QA, который вычитывает документацию. То есть вы просто можете работать с этим, как с обычным кодом, с документами, с документами, с графиками, с какими-то спецификациями, с описаниями контрактов и так далее. В общем, все это вам позволяет делать вот этот прекрасный движок. Немножко о поддерживаемых типах диаграмм. Их на самом деле много, я назову вот самые, наверное, популярные. Прежде всего, это flowchart, это способ, с помощью которого вы можете описывать какие-то графы, направленные, ненаправленные блок-схемы, какие-то любые фигурки, какие-то стрелочки, линиями, как-то их соединять. В общем, все вот эти блок-схемы, графы, которые вы можете видеть, вы можете их описать в виде простого, понятного текстового синтаксиса и уже сам движок отрендерит этого в красивые-красивые картинки. Картинки можно рендерить абсолютно любого формата, там, PNG, SVG, в общем, во все, что вам удобно, в любом размере, в любом качестве расширения, настраиваемо, красиво, с темами и так далее. Соответственно, еще популярная штука это sequence-диаграммы, это, наверное, самые популярные диаграммы, которые я использую. Они очень удобны, когда вам нужно показать какое-то взаимодействие между различными элементами вашей системы, например, когда запрос пошел к одному сервису, вернулся от другого, принял данные от третьего, скомбанил это все в четвертом и это стал пятым. Вот это шикарно рисуется в sequence-диаграммах. Круговые диаграммы, вот эти пироговые, PipeChart, можно их назвать пироговым диаграммом, правильно? Ну, когда вы пирог заходите сделать, соответственно, очень тоже нужная в природе вещь, очень часто бывает полезно показать какие-то относительные циферки на основании ее. Диаграммы Ганта тоже поддерживаются. Класс диаграммы, это вот штука, которая больше близка людям из UML. Там можно расписать классики, какие у них атрибуты, какие взаимосвязи между этими классиками и прочие вот эти вещи. Интересная новинка, которая недавно появилась и сейчас является в экспериментальной версии, это GitGraph. То есть вы можете нарисовать вот эти красивые точечки с брончами, с коммитами, с мержами, с пулреквестами и показать вот их так наглядно и красивенько. Вот это то, что вот первое бросается в глаза, на самом деле там диаграмм немножко больше и в принципе одна из самых главных фишек именно вот этого движка в том, что все диаграммки более или менее нормальные, красивые, ну то есть на них можно смотреть и при этом не плеваться. Поэтому выучив довольно несложный синтаксис, вы получаете довольно прилично сделанные красивые диаграммки, которые можете интегрировать абсолютно куда угодно. Кстати интеграция это еще одна из самых крутейших фишек, которые есть у Мэймода, потому что интегрироваться он может просто в огромное число всего. Прежде всего это live editor, то есть вы прямо в браузере можете открыть специальный редактор, внутри которого начать писать этим синтаксисом и он у вас в реальном времени будет рендерить какой-то там превью. Опять же, вы из него сможете там заэкспортить, вставить, сохранить, копировать, расшарить, все это есть. Но интересна именно интеграция этого движка с остальными системами, где есть вообще текст, документация, графика. Например, прежде всего нативная поддержка есть у GitLab, который прямо в своей документации позволяет вам наряду с Markdown вставлять вот эти графики. У Azure DevOps он тоже поддерживает в своей Вики эти графики. Для этого ничего вам ставить не надо, никаких сторонних плугинов. Интересен еще Raider, он тоже не прошел мимо, прям нативная поддержка в Raider, ставите одну галочку просто в настройках и все, и у вас все редмишки надырятся с поддержкой красивых графиков. Огромное число блогов, CMS, Viki, из IDE-шек еще важно упомянуть VS Code, Sublime, Vim, Emax, все-все-все, что вам может прийти в голову, абсолютно все интегрируется и показывает там красивые графики. Для самых больших извращенцев, которые хотят поддерживать эти красивые графики даже в тех местах, где их не поддерживает основной сайт или основной движок, есть расширение для браузера, который перехватывает страничку, ищет специальную разметку и заменяет эту разметку с помощью уже отрендеренных красивых диаграммочек. Такой замечательный движок, опять же, его прелесть в том, что есть большинство необходимых диаграмм, они красивенькие, они довольно быстренькие, и у него шикарная интеграция просто совсем подряд. Минусы, наверное, можно назвать у него то, что не все диаграммы, которые существуют в мире, им поддерживаются. Это довольно свежий движок, довольно хипстерский, поэтому всякие страшные вещи типа UML и всего его множества многообразия он не поддерживает. В таких случаях, может быть, вам придется свалиться в такую штуку, которая называется Plant UML. Plant UML это такой самый большой, наверное, самый навороченный, самый раскачанный, и самый крутой в плане поддерживаемости различных диаграммок движок. Сеть там поддерживает весь набор UML-ов. Это много-много всего я не буду перечислять. Из тех, что мне необходимо было и я пользовался, это майндмапы, к сожалению, их до сих пор в Mermet не завезли. И можно рисовать простенькие формочки прямо вот в виде маркдауна. Вы пишите, описываете формочку, там буквально три кнопочки, один чекбоксик и там пять выпадающих списочков тоже более-менее прилично работает. Из критических проблем это в том, что он отвратительно ужасен, то есть те диаграммы, которые он генерирует, у них интерфейс просто убогий, очень-очень убогий, просто мега убогий. Ну и он написан на Java, поэтому никаких легковесных и красивых и быстрых интеграций вы мечтать как бы уже всего больше не можете. Но если вам вдруг нужно, то вот такой фоллбек-план есть. Кажется, это все, что у нас есть по диаграммкам. Да, кроме одной штуки, как ты указывал в том, что с кем, кто умеет интегрироваться, про plant.uml особо не знаю, почти не пользовался, про mermaid.js действительно в Azure DevOps пользовался чуток, в writer'е пользуюсь, и сейчас появилась issue, сейчас это вот за четыре дня до того, как мы пишем этот подкаст, появилась issue в roadmap мапе гитхаба, про то, что они собираются это поддержать в самом гитхабе в течение Q1 этого года. Так что, может быть, через пару-тройку месяцев мы увидим нативную поддержку mermaid.js прямо в гитхабе. Вот это прекрасная штука, потому что сейчас в гитхабе, к сожалению, никаких векторных вот таких понятных красивых диаграмм их нет. Поэтому люди извращаются, они это рендерят как-то в SVG, потом каким-то образом вставляют, но это опять же лишние шаги, лишние экшены, и это все не очень нативно, не очень прекрасно. А вот если вы прямо в своем ридми научитесь рендерить разметку именно текстовых диаграмм, то и ридмишки станут красивыми, и более понятными, и более наглядными, это прекрасно. Я, в принципе, один из тех человеков, который где-то пару лет назад сам на гитхаб писал и голосовал за Ишью, чтобы они добавили вот этот движок mermaid в их экосистему, и вот наконец-то, наконец-то гитхаб разродился. Надеюсь, что мы увидим такую замечательную и давно уже необходимую штуку. Ну, это лежит в roadmap. Roadmap, как известно, не гарантия того, что это будет сделано, но будем надеяться. Пойдем дальше, раз мы затронули уже такие не совсем прям темы, относящиеся к коду, есть у нас еще одна, последняя. Это про identity server или duende server, который, как мы знаем, переименовали какое-то время назад, когда он отделился и стал коммерческим. Мы помним эту историю, я надеюсь, про то, что у нас был халявный identity server, который можно было использовать всем, кому не попадя, четвертая версия, но в какой-то момент авторы сказали, что что-то как-то тратим на него много времени, хотим сделать это дело основным источником дохода, организовали компанию, и, соответственно, начиная с пятой версии, identity server это платная штука, если вы компания, у которой достаточно большой доход, назовем это так, или оборот, не помню уж там, но, в общем, на сайте читайте, там все точно написано, и это самое изменение лицензии, оно происходило, нам казалось, что оно просто произошло и произошло, но оно, по факту, это было запланировано сделать это в три шага, ну, или, по крайней мере, авторы утверждают, что так и было запланировано, для начала они, как я сказал, постановили, что все, теперь identity server не является бесплатным для продакшеном, и нужно за него платить, соответственно, как только они поняли, что, ну, в принципе, кажется, это работает, и есть те, кто готов платить, то, соответственно, если вы являетесь компанией, которая зарабатывает меньше миллиона долларов в год, то, соответственно, вам доступна так называемая community edition, которая является несколько урезанной версией, и при этом позволяет, ну, как бы воспользоваться практически всеми фичами, но практически всеми фичами, потому что набор фич был практически идентичен тому, что предоставлял identity server 4, там, с небольшими фиксами и изменениями, но все те новые штуки, которые завезли в identity server 5, точнее, в duende, они были недоступны. А у тебя примерно есть список, что там в пятом такого нужного для всех необходимых, чего нет в четвертом? Ну, насколько я смотрю, там появился автоматический менеджмент ключиков, то есть, если мы помним, в identity server нужно было указать ключики, которыми, ну, сертификаты, да, или ключи, которыми подписываются токены и так далее, и там не было функции какого-то автоматического роллинга этих ключей и так далее, вот они, это все появились, это все появилось. Это полезная штука, да. Потом у них еще было какие-то изменения про мультитенантность, то есть, изоляцию, так скажем, каких-то ресурсов, я вот сейчас не вспомню, что они там точно дописывали, смотрю просто сейчас табличку сравнения, на самом деле, всяких эдишенов. Ну, для тех, кто если не пользовался DTT сервисом, то можно честно сказать, что это мега крутой комбайн, он умеет и поддерживает кучу всего, это очень много сложных протоколов, там очень много крутых интеграций, в том числе с ASP.NET, это там нарисованная прекрасная там всякая UI-ка, защиты, очень много проработанной темы с помощью из security и очень много проработанной бесшовной, красивой, очень гладкой интеграции, то есть, буквально нужно написать там две строчки и получить там безумно мощную, мощную систему, мощный комбайн, который позволяет накрыть огромное число запросов. Ну, то есть, когда эта штука потребовала каких-то денег, когда она перешла в платный сервис, это, наверное, первый раз, когда я вот не осудил приложение, которое вдруг было бесплатным, а потом стало платным, в общем, это действительно такая работа огромная проделана, что огромное спасибо ребятам, что они вообще это делали. Да, так вот, ты прав, что оно действительно прям бесшовно и довольно круто поддерживал очень много всяких фич, но на самом деле не все, то есть, например, если у тебя был какой-нибудь там, не знаю, фронтенд, и тебе хотелось написать какую-то авторизацию в нем через там authorization code, по-моему, да, flow, то тебе нужен какой-то бэкэнд. Возможно, у тебя даже есть какой-то бэкэнд, но тебе нужно было там выставлять некоторое количество специальных эндпоинтов. Они, конечно, выставляются там в пару строчек, но все же, все-таки. Они, соответственно, вот еще одна штука, которую они сделали, они сделали специальную BFF hosting library, то есть библиотечка, которая автоматически предоставляет бэкэнд по фронтенд именно для сингл-пэйдж аппликейшенов. Ну и вот такие штуки, которые более удобно позволяют им пользоваться, то есть динамическая загрузка внешних всяких провайдеров, которые вы, возможно, используете, ну и так далее. То есть много-много-много-много разных таких мелочей, которые улучшают юзабельность этой штуки. Вот. Они были недоступны в комьюнити-эдишене, доступны, соответственно, в платной версии. Так вот, новость состоит в том, что это дело прожило год, и у них появилась статистика, сколько, собственно, у них получилось платных лицензий и сколько получилось бесплатных лицензий, которые они раздали. Только не говори, что платных они не собирали и решили вообще закрыться. Нет, они насобирали их одинаковое количество. То есть половина лицензий, которые у них сейчас выданы за вот этот последний год, это платные лицензии, половина это бесплатные. Я не пойму, или бесплатных так мало, или платных так много, что-то у меня в голове не сходится. Каким образом может и бесплатных, и платных быть одинаково. Тем более, что цены у них не такие уж и гуманные на платной версии. Ну вот, значит, достаточно количество больших компаний решило правильно заплатить им, но при этом есть и маленькие компании, которые продолжают пользоваться и получают тем самым, смогли получить ту самую Community Edition, подтвердив, что у них доход не очень большой за год. В результате они сказали следующее, что мы поняли, что, собственно, год, ну, собственно, прошел год, все живет как хотелось, мы вполне получаем достаточно много денег за платные лицензии, и поэтому сейчас вот они готовят к выпуску шестую версию Identity Server, который вот-вот-вот скоро выйдет, и в нем будет одно важное изменение. В Community Edition, который, соответственно, будет все так же бесплатен для компаний, у которых оборот за год составляет меньше миллиона долларов, будут абсолютно все те фичи, которые сейчас есть в Enterprise Edition. Шикарный, новость. Прекрасно, вот то, что надо. Ура. То есть, если вы небольшая компания, которая хочет продолжать использовать Identity Server, то вы сможете вообще заюзать вообще-то все то, что вы сейчас видите на вкладочках, там, Enterprise, либо, как у них там называется, по-моему, Standard, а нет, Business Edition и Enterprise Edition, все эти фичи будут вам доступны в шестой версии, которые будут, соответственно, видимо, на Dotnet 6 там ориентироваться еще больше, использовать всякие фичи, ну и так далее. Вот. Ну что, спасибо большим богатым компаниям за то, что они как бы поддержали таких крылоласных ребят, такой прекрасный проект, и за то, что дали нам, обычным нищебродам, поработать за качественным продуктом и не городить, опять же, свои костыли, которые привели бы к большим проблемам, чем вот использование Community Edition. Да, и они это называют Fair Trades of Fair License, и на самом деле был некоторый такой, ну не тренд, а такая движуха в Твиттере на предмет того, что, вообще говоря, кажется, что это один из самых, может быть, разумных способов к тому, как вообще поддерживать Open Source и вообще монетизировать это все вокруг, то есть собирать деньги с очень больших компаний, которым это будет стоить не так много, но за счет этого давать возможность пользоваться всем остальным, маленьким. Ну да, но чтобы вот на такой рынок выйти, тебе действительно нужно было до этого там 10 лет пахать, за бесплатно практически раздавать свой сервис всем подряд и делать его лучшим как бы решением в мире, и при этом все это делать на халяву. Вот тогда действительно это может выстроить. Ну, в общем, вот посмотрим, как это будет жить дальше, посмотрим, что они скажут еще через годик, посмотрим, может быть, будет еще некоторое количество проектов, которые последуют такому же принципу. Ну, будем следить. Хорошая практика, как всегда, пожелаем авторам удачи, отличный сервис и успехам им на этом непростом поприще. Ну что, надо завершаться на сегодня или у нас есть еще что-нибудь? Давай немножко пробежимся по подкастам, мы за эти новогодние праздники что-то там послушали. Если честно, то не было прям таких шикарных, больших, много интересных выпусков, но несколько самородков нашлось. И вот мы спешим вам их порекомендовать. Прежде всего, подлодка 243 «Айти в кино». Это подкаст с Романом Беловым. Роман известен очень многим людям, которые с ранних лет увлекаются дотнетом. Он работает в JetBrains и раньше работал над именно дотнет-направлением. Сейчас он работает в других направлениях, но не суть важна. А меня поразило больше всего это его хобби. Оказывается, Роман очень плотно связан с голливудскими компаниями, да вообще с компаниями российскими в том числе, и очень сильно погружен в фильмопроизводство. Он очень круто разбирается в спецэффектах и пишет инструмент, который используется во многих фильмах, во многих мировых фильмах. В общем, этот инструмент как раз для трекинга всяких объектов, и поэтому он знает, как эффекты работают, какие студии их применяют, как делаются различные интересные хаки для фильмов. Очень много баек, историй про актеров, про различные интересные решения в киноиндустрии. В общем, все то, что Роман поведал за этот огромный действительно выпуск по меркам этого подкаста. В общем, я прослушал на одном дыхании, просто не прерываясь и на секунду, такие очень много интересных историй, очень много интересных вещей открылось вообще о том, как это все снимается, как это все делается, как производятся фильмы, каким образом визуальные эффекты влияют на них, и вообще где разрабатываются, как применяются визуальные эффекты, что для этого нужно сделать, чтобы построить качественный конкурентный продукт на этом поприще. В общем, казалось бы, что такая индустрия довольно отсталая, потому что мы практически ничего о ней не слышим, практически ничего о ней не знаем, по крайней мере, в нашем кругозоре, на наших конференциях. Но там творятся вообще абсолютно безумные и прекрасные вещи. Да, и продолжая тему подлодки, хочу сказать, что IT в кино действительно шикарный выпуск, я его прослушал практически всей семьей вместе с детьми, мне тоже было интересно. Следующий выпуск, который я тоже хотел бы сказать, это 245-й, чуть-чуть позднее у них вышел, про IDE-шки. Все наверняка слышали про JetBrains Fleet, ну или не слышали, а может быть как-то знаете теперь, что вот есть такая JetBrains Fleet. Она находится в каком-то довольно раннем превью, насколько я понимаю, но это взгляд JetBrains на то, как должно выглядеть современное IDE. И вот в 245-й выпуск пришел как раз Максим Шафиров, который много что знает про JetBrains. И это был не рассказ про Fleet, это был рассказ про то, что такое вообще IDE в современном мире, как на это можно смотреть, как вообще туда вписывается все то, что делает JetBrains, включая весь remote development. То есть у JetBrains, как известно, есть три, ну, не назвать продукта, но что-то похожее на продукт, это Projector, Gateway и Fleet. И вот как это все связывается вместе, как это все влияет на разработку и вообще какой взгляд у, по крайней мере, личного Максима на состояние дел в современном разработке IDE-шек. Очень тоже рекомендую послушать, прям довольно такой цельный взгляд на то, что там происходит. Ну и Максим всегда прекрасно рассказывает, его удобно слушать и классно слушать абсолютно на любую тему, на любых лекциях, на любых выступлениях, поэтому тоже обратите внимание. А и про Fleet тут хочется сказать, что мы про нее в нашем подкасте не говорили по одной простой причине, что там .NET, как всегда, обделен. .NET-а пока нет, но по инсайдерской информации мы не скажем от кого, мы знаем, что .NET туда добавляется, .NET там скоро будет, и как только он будет, мы обязательно подробнее вам расскажем, что это такое, зачем она нужна и с чем ее едят. А пока не трогайте его, там нет .NET-а, шутка. Последний подкаст, который я, выпуск точнее, который я хотел бы порекомендовать, называется подкаст «Новый подкаст 2» после правок FinalDoc, если вы хотите его найти, ссылка будет, конечно, в описании. И подкаст, ну, он такого стиля больше разбора полетов, если вы знаете, о чем я, но конкретно один выпуск называется «Стартапы инвестиций», где приглашенным гостем был Леонид Игольник. И если вам интересно знать вообще, что такое стартапы, вам интересно знать всю эту терминологию про то, что такое раунд инвестиций, как там, если вы вдруг стали инвестором стартапа, когда вам положены акции, и когда вы вернете свои деньги, или что будет, если вы их не вернете, то вот берете этот выпуск, слушайте от начала и до конца, там нон-стоп история, то есть без практически каких-то отвлеченных разговоров, от начала до конца, как живет стартап, когда к нему приходят деньги, и когда от него деньги уходят, и что делать основателям, что делать, когда появляется совет директоров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ты выяснил, как из нашего подкаста сделать стартап, чтобы к нам пришли деньги? Ну, там нужно Family Friends and Fools, как обычно, для первых денег. Это у нас уже есть. Ну, не знаю, возможно, нам чего-то недостаточно. Вот, идея, идея нужна. Как же мы будем эти деньги возвращать обратно? А, их еще возвращать надо, не-не, тогда отказать. Да вообще. Ну что ж, на этой посидимой ноте, друзья, давайте закругляться. Да, мы сегодня посмотрели на Visual Studio 2022 17.1 Preview 2, что там появилось новенького, вспомнили про .NET Standard, который еще не совсем помер окончательно, узнали, что вышел 11-й превьюшка .NET MAUI, и она потихонечку движется к релизу, но пока очень потихонечку, и пока не видно, чтобы прям там что-то финализировалось-финализировалось. Посмотрели на медиатор и как он соотносится с паттерном CQRS, надо или не надо его использовать. Узнали, что в .NET 6 сильно заоптимизировали Garbage Collector, или, по крайней мере, он стал работать эффективнее для определенного вида приложений. Толя нам рассказал, как прекрасно можно рисовать диаграммки прямо в коде или в документах с помощью Mermaid или Plant.UML. Ну и узнали, что Duenda или Identity Server прекрасно себя чувствует в формате новой камерской кампании, и то, что, начиная с 6-й версии, комьюнити-лицензия, которая бесплатная, будет задержать полноценный набор фич, такой же, как Enterprise-версия. Ну, а также поделились с вами выпуски, которые мы подслушали за эти дни. Это точно. И это был 44-й выпуск Radio.NET. С вами были Игорь Лоботин. И Анатолий Кулаков. Всем счастливо. Пока.